Хочу ответить на следующий вопрос. Евгений, день добрый. Подскажи, можно ли читать молитву, сидя или лёжа, и ещё нужно ли при чтении молитв сопровождать поклоном? Ну, очень такой простой вопрос, на который без улыбки невозможно смотреть, да? Но на самом деле это, в принципе, серьёзная тема, потому что этой темой озадачены очень многие христиане. В действительности это даже производит в некотором смысле разделение между верующими. Но объясню почему. Потому что некоторые упорно считают, что молиться нужно только на коленях, а другие считают, что молиться можно и стоя. Третьи говорят, что нужно во время молитвы делать наклоны, ну, такое вот поклонение. Хотя нигде Бог не говорил о вот этих поклонениях Ему. Поклонение Богу нужно в Духе и в истине. В Духе, это когда ты, ну, соответственно, в Духе Святом и в истине, это живя по Божьему Слову. То есть, когда твоя жизнь является отражением Божьего Слова. Твоё поклонение Богу является твоим образом жизни, а не то, что ты встал на молитву или пришёл в церковь и, значит, там наклоны совершаешь. Так, можно ли молиться сидя или лёжа? Ну, знаете, очень многие верующие, они категорически против, там, если, допустим, кто-то узнает, что ты можешь в кровати лёжа молиться, когда лёг под одеяло спать. Ну, они это считают чуть ли не грехом и непочтением к Богу. Но на самом деле это только лишь выдумки и традиции людей. Каждый христианин сам принимает для себя за основу, как он будет молиться. Ну, начнём с того, что Евангелие нам, во-первых, говорит, в молитве будьте постоянны, непрестанно молитесь. То есть, ну, если говорится непрестанно, то тут уже понятно, что невозможно всегда лежать на диване и молиться. Невозможно всегда стоять круглосуточно на коленях молиться. Быть постоянным в молитве означает, что мы в мыслях всегда должны поддерживать вот этот молитвенный огонь, в мыслях своих, в своём сердце поддерживать общение с Богом. То есть, я могу молиться, когда я иду на работу, я могу молиться, когда я еду на велосипеде, я могу молиться в сердце своём, в мыслях, когда я лежу на диване. То есть, молитва должна быть постоянной. Не обязательно для этого вырабатывать какую-то схему. К примеру, у мусульман, у них положено, по-моему, 5 раз в день, и сколько-то раз они молятся, точно не помню, где бы он ни был, на трассе, на работе. Вот он все бросил, расстелил коврик, все, у него молитва. Встал на молитву и начал молиться. То есть у них это железное правило. У нас в христианстве нет такого железного правила, как правильно молиться. На коленях, стоя, сидя, лежа. Не важно, как вы молитесь. А важно, чтобы вы, в принципе, молились, всегда молились. То есть вы можете лечь спать и заснуть, значит, погрузиться в сон во время молитвы. Просто закрыли глаза, начинаете молиться, общаться с Богом. Таким образом засыпаете. То есть если вы желаете, вы можете вечером преклонить свое колено, и так помолиться, и лечь спать. Утром вы можете тоже молиться, стоя, сидя, молиться перед завтраком. Или когда вы вообще на работу едете, в машине вы можете молиться. Поэтому нельзя ставить определенное учение, что нужно так или так молиться. Я считаю, что те люди, которые выводят какую-то теорию, что нужно молиться только сидя или только стоя. Ну, к примеру, перед завтраком некоторые считают, что нужно встать, сложить руки на груди и помолиться, значит, за завтрак. Ну, если они так считают, это их право. Но лично я могу сесть и просто поблагодарить Бога, сказать Ему спасибо за то, что у меня есть хлеб насущный. И могу сказать, Господи, спасибо тебе, я с благодарением принимаю пищу, которую ты даешь мне. Разве этого недостаточно иметь благодарное сердце? Конечно, можно перед завтраком полчаса стоять молиться, потом разогреешь еду в микроволновке. Это если ты один. А если у вас 15 человек стоит, то говорит, давайте помолимся. И знаете, часто приходилось обеденный, значит, там обед какой-то церковный. И кто-то начинает, его просят, помолись, брат. И вот он встал, и как начнет? За президента, за всех голодных, нищих, бедных, рабов, за всех бизнесменов, за церковь, за маму, за бабушку, за детишек. И вот стоит, значит, молится. Ну, это я считаю неуместно. В Писании вообще мы видим, как Иисус брал хлеб и вас благодарив, преломил. То есть, четко, просто, коротко и ясно. Не важно, как вы молитесь, а важно, что вы молитесь. Вот в чем суть, чтобы молитва ваша была постоянной. Поклоны делать не обязательно. Но жить в духе и в истине, это по Евангелию. На этом все. Счастья вам, любви, здоровья и благословения. Счастья вам, любви, здоровья и благословения.